Как перейти на классику, если вот прямо сейчас ты одеваешься как чушпан? Именно с таким вопросом к нам обратился подписчик нашего закрытого клуба Логова Бандерлогов. И это реальная, блин, проблема. Я занимался секондом в 7 лет. Я продавал треники, футболки с принтами, олимпийки, кепки. Чё я только не продавал. Каюсь, Грешин. Если бы я знал, как одеваться по-нормальному, я бы никогда не касался этой одежды. Но все мы взрослеем, становимся серьёзней, и нам нужно учиться одеваться по-мужски, по-человечески. Но как это начать делать, когда в твоём гардеробе одно фуфло из масс-маркета или брендов, которые типа считаются крутыми? Вот сегодня мы с тобой разберём 10 пунктов. Десятый самый сложный, первый самый лёгкий. Как постепенно свой гардероб отчистить от говна и начать одеваться, как белый человек? Начнём с нулевого практического совета. Первое, что тебе нужно сделать, это посмотреть на свой гардероб и понять, что 70% вещей ты никогда не будешь носить. Ты их когда-то купил давно, они у тебя лежат мёртвым грузом и больше тебе никакой пользы не приносит. Это всё нужно выбросить, продать на барахолке, отдать нуждающимся. Выбери, что ты с этим сделаешь, но, пожалуйста, избавься. Во-первых, это несёт психологическую разгрузку. Ты разгрузишь пространство, тебе станет проще дышать. Во-вторых, тебе будет проще покупать новую одежду, которую тебе придётся покупать. Да, это больно, но чтобы начать одеваться, как нормальный человек, и изменить свой гардероб, нужно тратить деньги. Не знаю, видно на кадре или нет. Видно? Маникюр какой у меня прикольный. Это я машиной прищемил. Я не нефор, если что. Не бейте, пожалуйста. Лучше обостыть. Но, кто просит быть обоссанным, будет и избит, и обоссанным. Едем дальше. Первый совет, который тебе нужно учесть, это покупка чиносов в гардероб. Это самое простое, что ты можешь сделать на пути к офигенному гардеробу. В чём здесь суть? Суть такая, что чиносы, в принципе, по посадке и визуально не сильно отличаются от джинс. А почти все люди, которые задаются вопросом, а как, значит, потихоньку переходить на классику и одеваться по-человечески, скорее всего, в гардеробе имеют либо треники, либо джинсы. Так вот, нужно потихонечку двигаться в сторону брюк. Но если ты купишь брюки сразу, они не будут сочетаться с тем, что у тебя уже есть. Поэтому купи чиносы, чиносы это универсальные брюки, которые, в принципе, сочетаются почти со всем. Они универсальны так же, как и джинсы. Их можно и с рубашкой носить, и с футболкой, и с пиджаками разными, и с худи они тоже будут выглядеть нормально. Поэтому обрати внимание на покупку именно чиносов. Они дополняют твой гардероб, который у тебя уже есть, и откроют тебе дверь в мир классики. Второй пункт, который, в принципе, актуален даже вне классического гардероба. Отдавай предпочтение футболкам без принтов. Если у тебя все еще играет детство в заднице, то ищи такие футболки, чтобы на спине был принт, а не спереди хотя бы. Чтобы ты мог что-то накинуть сверху и быть обрядным. Принты, особенно большие принты, особенно на футболках не оверсайза обычного фита, и особенно во все тело, это не то, что не стильно, это анти-тренд, и это выглядит отвратительно. Более того, эти футболки ни с чем классическим сочетать у тебя не получится. Но если ты покупаешь футболки однотонные, черные, графитовые, белые, бежевые, серые, светло-голубые, светло-розовые, ты сможешь их в дальнейшем вписывать в классический гардероб, и более того, они будут самостоятельно прикольно выглядеть вне классического гардероба. Вот, например, это обычная белая футболка, но она очень здорово выглядит с костюмом. Главное, главное, отдавать предпочтение футболкам из плотного хлопка. Обходи стороной футболки тонкие. Тонкая футболка, что-то такое, это когда она полупрозрачная, ты ее надеваешь, у тебя соски торчат, и они прям видны. Вот эта тонкая футболка, на ощупь она неприятная, такое избегай. Вот плотная футболка, это когда ты ее берешь, и прямо вот приятное ощущение, в руках ты это ни с чем не спутаешь. Говорить о плотности именно грамм на миллиметр, думаю, что здесь смысла нет, ты все равно это не запомнишь. Следующий уровень сложности, третий, это покупка пола. Вот это тоже очень крутая шмотка, которая в принципе сочетается и со старым твоим гардеробом, и ее можно уже потихонечку вписывать в классические образы. Важно понимать, что прямо суровая классика с галстуками, с кожаной обувью, с платочками здесь, с очочками, чтобы там по сантиметру все было выверено, мы не про это. Мне такая дрочь не близка, не нравится. Я придерживаю стиля casual. Это не casual, где линзы, патчи и так далее. Casual это повседневная одежда строгая, которая в принципе универсальна и на работу сходить, и на свидание, и на какой-то светский раут, можно в одних и тех же шмотках. Очень важно знать, что есть понимание капсульности в одежде. Что такое капсула? Капсула это шмотки, которые между собой сочетаются в бесконечном количестве вариаций. То есть, например, черные брюки, белая футболка, какая-нибудь худи, свитер какой-нибудь с высоким горлом серого цвета, черная обувь какая-нибудь. Вот эти вот шмотки, как бы ты их друг между другом не миксовал, они будут круто смотреться. То есть, капсульный гардероб, это когда ты проснулся, открыл шкаф, дернул одну шмотку, одни брюки, носки, обувь, и ты уже короче красавчик. Тебе не нужно думать о том, как сочетать одежду в гардеробе. Это есть капсульность. Это очень круто, потому что это экономит бабки, потому что у тебя все шмотки друг с другом сочетаются, у тебя бесконечное количество образов рождается. И это стильно. Это всегда будет стильно. Но здесь нужно немножко продумать это один разок, чтобы потом сэкономить себе деньги, время и нервы. Это, кстати, очень дешево получается по итогу, потому что если каждая шмотка фитится с любой другой шмоткой в твоем гардеробе, тебе не нужно постоянно обновлять этот самый гардероб. И вот поло это как раз таки то, что усложняет твой гардероб нынешний и дает пространство вариантов для будущего кэжуал и классического гардероба. Это очень важно. Но поло тоже нужно уметь выбирать. Не нужно выбирать поло с огромными принтами на всю грудь или живот. Не нужно выбирать поло какого-то непонятного цвета, например, лазурного, который ты не сможешь сочетать. Лазурный цвет очень с маленьким количеством цветов сочетается. Если ты выбираешь лазурное поло, очень маловероятно, что ты сможешь быть стильным. Переходим к обуви. Пока что я понимаю, что тебе трудно. Что такое броги, лоферы, топсайдеры, какие-нибудь там Оксфорды, Монки. Даже не думай в эту сторону. Твоя задача сделать это безболезненно. Переход от неадекватного гардероба, омерзительного, к стильному, утонченному и такому, чтобы девочки обращали на тебя на улице внимание. Так вот, следующий шаг к переходу на этот гардероб, это другая обувь. Но какая? Такая, чтобы она и с тем, что у тебя есть, сочеталась. И сочеталась с тем, что будет. То есть, это кожаные кеды. Тебе нужны кожаные кеды. Самое простое, что может быть, это Стэн Смиты. Черные, например. Или кеды Фред Перри. Или кеды Лакост. Замечательные варианты для того, чтобы пополнить ими свой гардероб, которые будут сочетаться и с костюмами, и с тем, что у тебя уже есть. То есть, в принципе, это и с чинностями адекватно смотрится, если их грамотно подобрать. И с трениками тоже можно нормально носить. И с шортами это тоже хорошо сочетается. То есть, наша задача с тобой выбросить шмотки из гардероба, которые не сочетаемы ни с чем, типа как футболки со всратыми принтами, и треники с катышками, и порванными карманами. С этим очень трудно мужчинам расставаться, я это знаю по себе. И заменить все это универсальными вещами, которые между друг другом образуют что? Капсулу. Именно таким образом мы с тобой потихонечку подберемся к классике. А классика это и олдмани, это и прэпи стайл, это и кэжуал, и еще очень много других вещей, про которые я не буду в этом ролике рассказывать, чтобы тебя не перегрузить. То есть, постепенно мы это делаем. Мы с тобой не едем, мы сразу на 100 косарей покупаем себе новую капсулу. В торговом центре, тем более, что с нынешними ценниками это будет сделать очень трудно. Мы стоим постепенно. Начиная вот по чуть-чуть. Чиносы, футболочки правильные, пола, кедики себе приобрели, и уже хорошо, и уже ты похож на человека. Здорово? Едем дальше, значит. Дальше тоже очень просто, и, наверное, самый дешевый вариант, который может тебе помочь улучшить твой гардероб. Выброси нахуй все носки с принтами говняные, и купи один раз, один раз, пачку из длинных носков 10 или 20 пар. Лучше всего из того, что я пробовал, лучшие носки, это Uniqlo. Uniqlo можно заказать у байеров, Uniqlo можно, в принципе, найти на Ламоде. Там хорошие носки, которые держат форму достаточно долго, они очень долго заваниваются, потому что у них там технология отвода влаги есть в этой ткани. И реально ты можешь, например, я эксперимент проводил, неделю не носил, ну, типа носил одну и ту же пару носков, потому что мне было интересно, когда она начнет вонять, а на неделю не воняло, я был в шоке. Это и спортзал, и так далее. Это было не гигиенично, но это было в рамках нашего ролика про носки, которые есть на канале, можешь посмотреть, подсказка всплыла. Мне нужно было пожертвовать своей гигиеной ради наших офицеров закрытого клуба и подписчиков открытых каналов. Вот один раз покупаешь пачку носков, хороших, пиздатых, и больше не знаешь проблем. Если вдруг они теряются, без проблем покупаешь еще, они стоят дешево. Черные и белые носки нужны. И еще обязательно купи себе следочки. Следочки — это носки-кабриолеты, чтобы носить кеды, и чтобы у тебя не торчал спортивный носок, когда ты носишь, например, кеды с чинносами. Кеды, в принципе, нормально смотрятся со спортивным носком. Спортивный носок — это который чуть-чуть торчит над кроссовком. Но если ты носишь какие-то классические брюки или штаны вместе с кедами, у тебя там спортивный носок, это выглядит ужасно. В принципе, спортивный носок очень мало где используется, только на самом деле на тренировках или в спортзале. Поэтому можешь себе пару пар спортивных носков оставить, но просто где ты будешь их использовать. А мы переходим к какому совету по счету? К шестому. Мы переходим к шестому совету. Шестой совет уже для уровня ПРО. Сейчас вам станет больно, поэтому заранее сбегайте за льдом, чтобы его приложить к попе. Вам нужно отказаться от свитшотов. Навсегда. Тем более от свитшотов с принтами. Забудьте. Это, во-первых, шмотка, который уже давным-давно прошел на нее тренд, в году так в 2014, когда МДК еще был популярен. Во-вторых, это по факту спортивная кофта, которая не сочетается ни с чем, выглядит отвратительно, и реально тренд потеряла. Но вопрос какой? Какую мы носим одежду для того, чтобы утеплиться в холодное время года? Вариантов масса. Первый вариант это водолазка, она же бадлон, она же облегченный свитер с высоким горлом. Про это у нас есть отдельный ролик на канале, тоже подсказка сплыла. Водолазки это маст хэв. Их можно купить. Дальше можно купить какой-нибудь свитер с высоким горлом, типа там с начесом и так далее, если совсем холодно. Дальше 1-4-зип. Это самая гениальная шмотка, которая может быть, потому что она самая универсальная. Ее можно и под пиджак, ее можно и на рубашку с галстуком, и на футболку ее можно. Там бесконечное количество вариаций. И это реально шмотка для людей, которые уже рубят в стиле. То есть, если ты ходишь с халфзипом по улице, люди, которые разбираются в том, как правильно одеваться, сразу отметят, что ты человек со вкусом. Потому что халфзип, это офигенно. Халфзипы есть у Томми Хилфигера, замечательные, у Райс Лорена есть здоровские. Есть ноунейм халфзипы, их тоже очень много, если у тебя денег немного. Это твой выбор. Халфзипы очень хорошо, во-первых, подчеркивают твою атлетичную фигуру, во-вторых, их реально можно много с чем сочетать. Ну и вишенка на торте, вишенка на торте, это худи, кенгурухи. От худи, зипов нам нужно отказаться на хуй. Вот эта вот толстовка из детского сада, блядь, или из урока физкультуры, где вот зип, ты застегиваешься, там капюшон. Это удобно, это круто, ходи в этом на даче, ходи в этом на спорт, но не ходи в этой одежде во время повседневной носки. Пожалуйста, не надо. Потому что, во-первых, я почти никогда в жизни не видел таких зипов, которые смотрятся симпатично на теле. Во-вторых, это очень мало с чем сочетается. Если вы думаете, что это сочетается с джинсами, это не сочетается даже с джинсами. Максимум, что это типа с трениками. И из-за того, что ты застегиваешь, тут еще карманы могут быть на животе, это все так складывается и визуально тебя портит. Какая бы у тебя не была отличная фигура, вероятность того, что такая шмотка тебя визуально будет делать беднее, некрасивее и непривлекательнее, это просто 100% вероятность. Но у нас есть потребность в том, чтобы наш с вами гардероб немножко деформализировать. То есть, если мы ходим просто в халзипах и водолазках, для многих это может показаться чересчур. Поэтому мы с вами можем купить несколько кенгурух, опять-таки, либо с минимальными принтами, либо без принтов, черного, серого, бежевого, белого цвета. Вот. Желательно, чтобы они были оверсайз. Чтобы это была кенгуруха с большим капюшоном, с плечевыми швами, которые ниже плечей. Почему? Потому что, в принципе, сейчас мода такова, что можно эти шмотки вписать в гардероб, например, осенью. То есть, купить себе оверсайз в убортное пальто, надеть чиносы или какие-нибудь широкие брюки классические, надеть крутые ботинки и вот это вот худи. И это будет выглядеть здорово. Это реально круто смотрится, особенно на девчонках, которые любят оверсайз, но при этом хотят заигрывать с классикой. Поэтому свитшоты выбрасываем, зипы с капюшоном выбрасываем, оставляем и покупаем водолазки, свитера с высоким горлом, халф зипы и 1.4 зипы и худи кенгурухи. Только опять-таки выбираем, это все, пожалуйста, правильно. Но, в принципе, на свитерах, водолазках, халф зипах обычно не делают никаких принтов, а вот на худи ну можно себе что-то позволить, если детство в заднице играет. Переходим к следующему, еще более жоподробительному совету. Седьмой совет. Я его специально на седьмое место поставил, чтобы для ребят было попроще это воспринимать. Рубашки. С рубашками очень сложный разговор, потому что люди путают рубашки и сорочки. Сорочка это такая полупрозрачная рубашка, которая надевается только исключительно под пиджак, которая полупрозрачная, короче, да, это фактически нижнее белье. Сорочка это как трусы. Сорочка это как колготки для девочек, это нижнее белье. Нельзя сорочку носить, когда она выправлена из брюк. Нельзя носить сорочку в отдельности от пиджака, только если ты не вспотел во время жесткого там учебного процесса или переговоров на работе. Тогда пиджак можно скинуть и повесить его аккуратно на спинку стула. Но в общем и целом сорочки носить нужно уметь. Это сложно. Соответственно, поэтому мы с вами отдаем предпочтение рубашкам. Рубашки это уже все остальное, кроме сорочек. Рубашки бывают разные. Они бывают льняные, они бывают шерстяные, типа фланелевые, они бывают хлопковые, они бывают очень похожи на сорочки. Вот нам нужно купить несколько рубашек из плотного хлопка для начала. Потому что, во-первых, мы их можем носить вторым слоем на футболку, во-вторых, это самостоятельный элемент гардероба, особенно если он правильного цвета или расцветки, здесь уже можно поиграться. Ее можно как раз-таки в будущем и под пиджак, и в принципе под какой-нибудь халфзипчик ее можно надеть, да? То есть здесь у нас очень много вариаций. То есть вот смотрите, да, седьмой пункт рубашки, мы к рубашкам только сейчас подбираемся. Мы покупаем рубашки, и у нас есть возможность эти рубашки сочетать с футболками, эти рубашки можно с водолазками даже сочетать, потому что, когда холодно, можно надеть водолазку и на нее рубашку какую-нибудь фланелью. Это очень красиво смотрится. Мы можем сочетать ее с халфзипами и с чиносами, чики-бомбони вообще. У тебя появляется что? Многослойность в гардеробе. Это очень важно, потому что многослойность в гардеробе, например, рубашка, галстук, халфзип, пиджак, это очень красиво выглядит. Если это сделано грамотно, многослойность это то, что заставляет девочек потеть снизу, если угодно. Следующий, восьмой совет уже для отбитых ребят, уже для челов, которые прошарили жизнь. Я прошла афганскую войну. Уже которые готовы к колдмани, которые готовы к тяжелому люксу, к классике, к мерседесам, роллс-ройсам, богатым женщинам 45+, и красивой жизни. Они уже готовы двигаться в сторону криптовалюты. Вот этот совет именно для этих людей. Кардиганы и блейзеры входят в чат. Вот здесь нужно перекурить, нужно остановиться, потому что у кого-то может начаться тахикардия в этот момент. Во-первых, блейзеры это не то, что мы пили в 2014 году в падике. Блейзеры это неформальные пиджаки с накладными карманами. Если вкратце. Блейзеров бывает очень много. Это фактически неформальный пиджак, который носятся с разными брюками. Его можно носить даже с джинсами, с чиносами, даже некоторые с шортами носят эти блейзеры. Вот. Эта вещь, которую ты покупаешь, фактически это пиджак без костюма. Вот. Он может быть с красивой подкладкой, он может быть нестандартного цвета, он может быть вельветовый, шерстяной, какой угодно он может быть. Но. Его уже круто надевать сверху на халзип, на рубашку, на галстук, на футболку. Типа, вот это вот уже вишенка на торте. Это не каждый может себе с логической точки зрения позволить, потому что блейзер, вот если ты на первой ступени, если ты на первом практическом совете еще, где я говорю про то, что футболки нужно убрать и чиносы купить, блейзер покупать смысла нет. Это реально уже тяжелый люкс. И дальше кардиган. Кардиганы, особенно крупные вязки, это все, что вот было показано в фильме Гая Ричи «Джентльмены». Это же Гая Ричи снимал. Вроде Гая Ричи снимал «Джентльмены». Если нет, то, ну извините. Хотел помпануться, не получилось. Неймдропинг не зашел в чат, видимо, сегодня. Кардиганы, это вот тоже. Это круто с рубашками, это круто с сорочками, это круто с футболками, это круто с водолазками, это круто с рубашками пола. Это бесконечное количество вариантов. Единственное, с чем это не круто, это, наверное, худи оверсайз и типа теплый свитер с начесом, потому что а зачем тебе тогда кардиган? Вот. Это не будет сочетаться. Но в остальном белиссимо. Но у нас остается еще два совета, еще две ступеньки, на которые нужно подняться, чтобы наконец-то победить дракона под названием классический гардероб. Девятый совет, которого можно бояться еще больше, чем предыдущего, это уже адекватная классическая кожаная обувь. Нормальные аппараты у тебя должны быть, нормальные подкрадули, чтобы за них было не стыдно. Здесь уже, к сожалению, дальше просто кедами ты не отделаешься. В принципе, кеды подходили ко всему тому, что я описывал ранее. То есть, кеды подходят и к водолазкам, и к футболкам, и к полу, и к чинусам, и к брюкам они подходят, и к шортам они подходят, и к джинсам даже они подходят, и к кардиганам подходят кеды, и к блейзерам кеды подходят тоже. То есть, кеды вообще сами по себе, красивые, кожаные, ухоженные кеды, они подходят ко всему. Нет такой одежды, к которому это не подойдет. Самые универсальные это кеды. Типа Стэнов Смитов и им подобным. Но вот дальше, если мы с тобой хотим победить все-таки, взять эту вершину и кота за яйца, мы должны все-таки отказаться от кроссовок полностью. Кроссовки это аглишус. В уважаемом обществе, если ты придешь в кроссовках, тебя не поймут. Кроссовки это просто. Чтобы купить кроссовки, не нужно много думать. Я никогда не понимал сникерхедов и не пойму их, потому что, ну какой смысл радоваться новой редкой расцветке данков? Какой смысл радоваться тому, что тебе какую-то там козюльку новую нарисовали, короче, на кроссовке. Это типа limited edition. И, ну, на мой взгляд, это все маркетинговый наеб, который ничего не стоит. И чаще всего кроссовки и вот это вот все сникерхедовское просто уродают вашу ногу. А по-хорошему вам нужна кожаная обувь, желательно несколько пар, потому что кожа должна отдыхать. Нужно давать ей отдохнуть, реально полежать. И это могут быть вообще бесконечное количество разных крутых пар. Это лоферы, это челси, это монки, это топсайдеры, это макосины, это оксфорды, броги. Дехище. Просто дехище. Если совсем тяжело пока что, ну, мартинсы. У мартинсов есть замечательные ботинки и полуботинки. Они неудобные, вы возненавидите весь мир, но зато будете в мартосах. Вот именно так я и начинал свой путь в классик. Мартосы отлично сочетаются с классикой и получается такая неоклассика. Если трудно в этом рубить. Следующий уже уровень, такой под уровень 9,5 это обувь кожаная, которую вы покупаете на заказ, которая вам шьется специально под вашу стопу. Тогда вы выиграли жизнь с нулевой секунды. Молодцы. Смысл в том, что школьники думают, что классическая обувь типа это вот что-то из белорусского сегмента одежды. Типа вот эта вот обувь на молнии сухо, всратая, уютная. И она неинтересная. На самом деле в кожаной обуви истины гораздо больше, чем в кроссовках. Во-первых, кожаная обувь классическая, если она правильно подобрана, она сильно удобнее, чем любые кроссовки на самой мягкой подошве. Это во-первых. Во-вторых, вариаций кожаной обуви намного больше, чем в вариации любых даже самых х**ных кроссовок. Там столько разнообразия, если в это впариваться, и если в это впариваться еще и по-хорошему в этом начать разбираться, вы поймете, что лоферы какие-нибудь кожаные с кисточкой, лакированные, могут стоить в десятки раз больше, чем самая дорогая пара коллекционных данков. И в этом понта сильно больше. Просто это производит такое впечатление на людей, которые разбираются в одежде хоть немного. Если вы думаете, что вы шарите за стиль, потому что вы носите полуфредпери, блядь, и новые Nike Air Force в лимитированной расцветке, я вас расстрою. Вы жертва маркетинга и эпохи потребления. Десятый финальный совет. Финальная десятая ступень в твоем нелегком пути становления адекватным стильным человеком. Вот наконец-то сейчас мы с тобой подошли к покупке костюмов. Мы с тобой это откладывали, потому что костюмы это дорого, потому что это долго, если делать на заказ, потому что это страшно, а как же я буду ходить, как будто я после школы в этих костюмах. Как на выборы, блядь, в туфлях, ебать, пакетом. Ну и в принципе это страшно. Вообще, на самом деле, я бы первое, что сделал, вот по-хорошему, я бы нахуй выбросил всю всратую одежду, купил бы себе два костюма и не выебался. Но я понимаю, что обычному человеку, который далек от классики, нужно постепенно. Поэтому костюмы мы вообще откладываем на самое последнее место. Как ты понимаешь, мы уже с тобой сделали такой пиздотый гардероб, который тебя выделяет на фоне обычных смертных зумерков и целов. Во-первых, если ты носишь классику или около классику, тебя сразу же замечают в толпе женщины, которые одеваются тоже по-своеобразному. То есть, девушки в платьях чаще всего смотрят на мужчин, которые хотя бы одеты в стиле кэжуал. Вот. А девочки в платьях это отдельная слабость, особенно летом. Да, это я знаю, как никто. А, ребята из закрытого клуба поняли, к чему это была отсылка. И мои близкие. А кто не участник закрытого клуба и не близкий, пошел нахуй отсюда, бля, не досматривай ролик до конца, потому что дальше будет очень важная инфа. В чем заключается важность этой информации? В том, что костюм это вершина капсульности, потому что тебе нужно купить просто один черный красивый костюм, желательно двубордный. Почему? Потому что черные брюки благодаря этому костюму у тебя появятся, и черные брюки это уже следующий шаг после чинос. Или чиноса. Как правильно склоняется слово чиносы? А мне до пидды. Я тут решаю, как правильно склоняется. А я как сказал, значит, так и правильно. Смысл здесь в чем заключается? В том, что чиносы уже у нас уходят на второй план и у нас остаются брюки. И вот с этими брюками ты уже можешь в принципе миксовать почти все то, что я перечислил. И дополнительно на эти брюки сверху ты надеваешь пиджамачок и ты уже супер на классике. Ты уже, у тебя уже полностью законченный образ. В моем гардеробе есть только спортивные костюмы, когда мне нужно куда-то съездить, типа там перелет у меня долгий или я на дачу поехал или неформальная встреча в кальянной. И костюмы классические. Потому что смотрите, какая интересная штука. Если у вас костюмы, то есть у вас низ и верх в принципе решен, вам нужно только выбрать футболку или рубашку и соответственно обувь поменять. Все. Вы больше не думайте о том, что надевать. Костюм решает эту проблему, потому что у вас всегда есть что надеть. Когда вы покупаете три костюма, темно-синий, серый, черный, ну и там дальше уже можно какой-нибудь бежевый, какой-нибудь изумрудно-зеленый, пятый, да? Ну и какой-нибудь там, не знаю, с какой-нибудь текстурой необычной выходного дня. В принципе, вам двух костюмов за глаза хватит. Только нужно помнить, что черный костюм это не универсальный костюм. Черный это не универсальный цвет. Он очень мало с чем сочетается. Намного более универсальный цвет, например, темно-синий, чем черный. Вы просто покупаете на все те девять советов, которые я сказал. Один или два костюма, черный и темно-синий, вам этого хватит за глаза. И все. У вас бесконечное количество вариантов в выборе вашего лука и почти все, что у вас лежит в гардеробе будет сочетаться между собой. Это будет выгодно смотреться, вы будете выглядеть по-взрослому. Вот. Следующий этап уже одиннадцатый. Мой экстра. Блин, я не хотел рассказать. Наверное, я не буду рассказывать экстра пункты. Их, наверное, еще штук пять. Мы их лучше расскажем вам в закрытом клубе. А подписка на закрытый клуб стоит пять долларов в месяц. И там очень много пользы. Вот так. Поэтому поздравляю тебя с просмотром этого ролика. Жду тебя очень в закрытом клубе. В чем мы там постим вообще всплыв на экраны, потому что я уже заебался это перечислять, реально уже язык заговаривается. А я жду от тебя лайк и коммент под этим роликом, потому что это новый разговорный формат, который мы еще не тестировали в шмате. Помню, затали.